Первый вопрос, он касается подготовки к беременности. И сегодня у нас, кстати, очень много вопросов именно по беременности. И практически, по-моему, нет по гинекологии. Хотя я не помню, здесь очень много вопросов поступило. Итак, вот первый вопрос по беременности. Я на него уже ответила в комментариях под вопросами к вебинару. Ну, немножко дополню. Значит, здравствуйте. В рамках планирования беременности хочу провести вакцинацию. Из распространенных заболеваний принесла только краснуху уже в зрелом возрасте. История вакцинации в детстве неполная. От каких заболеваний можете рекомендовать провести вакцинацию в рамках планирования беременности? Мы делим вакцинацию на два вида. Это рутинная вакцинация и вакцинация, значит, экстренная или вакцинация путешественника, скажем так. Когда люди едут в другую страну, например, в другой регион, где существует опасная инфекция. И такую инфекцию можно предупредить путем как раз прививания. Так вот, если говорить о рутинном прививании, то есть рутинной вакцинации, которую в основном проходят дети, и ее можно, практически любая вакцина, пока женщина не беременна, не противопоказана. То есть любая вакцина. Дальше вопрос стоит, значит, когда планирует женщина беременность. Потому что в ряде, скажем, есть живые вакцины, и беременность можно только после одного месяца, после введения вакцины, после прививания. Раньше были лимиты три месяца, сейчас это один месяц, потому что, в принципе, не доказана связь между каким-то негативным влиянием таких вакцин и потом развитием пороков детей. То есть вакцины вполне безопасны. Почему мы говорим, что нужно ждать от 3 до 4 недель 1 месяц для создания иммунитета? Потому что на выработку определенных классов антител уходит время. И как раз вот те антитела IgG, которые защищают, на их выработку уходит минимум 3 недели. Поэтому такой вот срок в течение одного месяца нужен для того, чтобы сформировался иммунитет. Дальше. Некоторые вакцины, как, например, вакцинация гепатита B, она требует трех поведений прививки, то есть проведения поэтапных. И опять же, здесь нужно учитывать, когда хочет женщина беременеть, то есть насколько ей, ну как бы, может она, скажем, откладывать эту беременность, или она же решила, что вот в течение ближайших нескольких месяцев она хочет иметь детей. Так вот, это тоже учитывается. И что еще важно? Важно все-таки узнать, какой иммунологический статус, потому что очень многие женщины, вот фактически те, что родились до распада Советского Союза и первые годы, были привиты. 95 или даже больше, я думаю, процентов детей было привито от опасных инфекций. Поэтому не исключено, что вы на самом деле привиты. Те, которые не привиты, должны все-таки сдать вот этот всем известный торч-анализ на торч-инфекции, то есть определить уровень антител, основном токсоплазмозу, к которому нет прививок, и краснухи, от которой можно привиться. Ветерянку тоже можно проверить, но, в принципе, ветерянка не настолько опасна прививаться, как об этом говорили раньше. И фактически вот основные вот эти, значит, ну как бы опасные инфекции, которые можно привить, можно их определить по иммунологическому статусу, через определение антител. А теперь, значит, в принципе, если антитела отсутствуют, можно провести прививание. Если же антитела присутствуют, то практически это говорит о том, что или был контакт, или есть защита от прививания, от того, чтобы женщина была вакцинирована. Из всех прививок, которые мы рекомендуем, это те же, что делаете в детстве. То есть это прививки от краснухи, дептерии, полимелита, потом от кори, значит, дальше может быть гепатит Б по желанию, потом какие еще прививки, гепатит А в некоторых случаях рекомендует, то есть тоже по желанию. А все остальные, значит, можно провести другое время. Кстати, сейчас проводят прививание беременным и от гриппа, от коклюша, от коклюша начали прививать всех беременных женщин в третьем тремясте, значит, в многих развитых странах, поэтому это можно сделать, так сказать, уже в ходе беременности. Вот, а остальные прививки, они не настолько важны, то есть они проводятся с учетом необходимости показаний. Вот так вкратце. А в целом, смотрите, вот там ссылка под комментариями, там есть ссылка, целый список прививок, которые проводятся и которые могут проводиться, в том числе там указаны заболевания, вернее, ну да, заболевания, при которых, профилактика которых может быть проведена при беременности по экстренным показаниям или при необходимости. В общем, так кратко. Я не хочу просто повторяться. И, кстати, на эту тему очень много есть вопросов и ответов в рубрике по подготовке к беременности. Вот там есть раздел, значит, вакцинация и подготовка к беременности. Теперь...